Вот сейчас где он едет, тут поворот влево будет. По старой дороге? Да. Это трассы, которые строили. Осторожно будут поворачивать. Все, влево. А тут трассу они перед перестройкой делали. Дорогу туда. На Шарчино. Ну тут перестройка началась, все забросили. Они все наброшены. Горбачович от Милары пишет. Лаберевскую премию получил. Здесь не подвохов нет. 10 метров ширина на цепи. Видите, вот здесь будешь ездить? Да. Это одно направление, а другое прямо по улице Рыжковской. Вот такими норами изрыли. И главное, роет не на дамбе, а под дамбой. Так можешь охотника пригласить? Пригласите. Лицензию брать надо выбрать. Обращался в Охот Союз, еще толку нету. Почему? Сказали, как разберемся, и все разбираются. Да, вот этот форт мы запрудили. И подняли воду. Иначе крестить пришлось переходить в другое место. Там рыбачат уже. Карпа запустили. А карасиков-то можно половить? Не карпов, а карасиков? Нету. Карасей нету? Нету. Мальки, не мальки, а большие всякие довольно были. Карпы. А карасики? Караси тут как-то было одно время. Видимо, мелко было. Часто мы подняли здесь. Это тут бились, а сколько? Прогрыз. И главное, на подходе к плотине прогрызает, заходит в плотину, по плотине идет и дальше уходит через низ. И вода хлещет от той стороны и не знаешь, раскапывает. Тут такая беда была. 20 мешков только снаружи с длиной осталось лежать. Витя, на драглане это черево правда умеешь работать? Ну, как? Ну, как? Как есть так? Немножко работал. Да там, он работал немножко, там что? Черпай, поворачивай, валяй, не с места. Если драглане сюда тащить, надо тогда и бульдозер здесь оставлять. Оставляйте. Ну, оставляйте, работай. Да кому можете драглане сейчас уже гнать сюда? А кто его будет заводить, кто его будет загонять? Специалистов уже таких нету. Надо же так. А сейчас, наверное, не найдешь уже. Ну, конечно. Нам драглайн очень нужен, потому что такой кран, он не может с плотины взять углублять. У него стрела кончается. А веревка, то он хоть куда и забросит. Я не знаю, у него сколько. Чуть не полкуба он захватывает. Что-нибудь больше. Да больше там. Больше. Ну, не знаю больше. Больше там больше кубов. Вот сейчас посмотрите. В прошлом году мы здесь запродили, и мы знали, весной снесет. И 5 метров шириной промыв. Это два лога. Там еще есть соединительный канал. Вы видите, что завезли здесь? Вот первый, он должен его спихнуть туда, удавить. И когда удавить, тогда мы сделаем так, чтобы она медленно заезжала, выезжала. Вот так вот. Весной будет вода протекать. Поверху? Да. А сверху бутовый камень, вот там белый, который лежит. Тут такую работу провели. Так, ну, там, развернется можно. Вот здесь вот они поворачивают, а больше. Можно остановиться. В прошлом году, вон оттуда землю брал. В прошлом году из земли вот оттуда брал. Мы ее запродили, он перевехал. Она простояла месяца три-то, а потом все это размыло. Теперь мы сделаем по-другому. Видите, какие сваи. Это сверлили, забивали. 160 слои забили. Вот она там заостренная, просмоленная немножко. Это бутовый камень. А вам проехать, значит, вот это вот спихивать надо туда. Да это понятно. Это вот прорва вот отсюда и до туда. Вон она прорва, весной вода шла. Тут была глубина примерно 30 сантиметров. До 10 сантиметров виллу. Мы туда все забутили. Вы сейчас сделайте, чтобы легко вам проходить было. И оттуда потом, когда это сделаете, вот так вот заходить. Внимание бы, чтобы дорога была. Да, дорога была. Дорога не дорога. Здесь выемка для воды будет. Здесь вот так медленно отсюда будет сходить. Там вот бутовый камень вот сверху. А с той стороны медленно будет опускаться. Вот это вот, где забиты сваи. Видите, они опиленные. Вон они внизу. 160 сваи забили мы туда. Вот на этом уровне вода пойдет. Нам важно теперь, чтобы вы прошли туда. И вот это туда срезали. А там будет дальше видно. А дальше второй мостик. Там основной труд будет. Это подготовка. Но по-другому никак нельзя. Все, туда пройдем. Там вы завтра и будете все покажете. В общем, вот по этим сваям. Чтобы выемка была. Нет, пониже. Нет, выемка у нас с бутовым камнем должна быть. Я понял. Этот нам уже удавить. И где близко вам нельзя, потому что у вас же нож шире трактора. Тогда им просто пройти и прохлопать, чтобы везде он лег. А когда вот видите, что она же остановилась, вода-то не видит, куда идет. А потом там срежете. Маленько пониже сваи, чуть-чуть. Да, чтобы нам бутовый камень заложить. Вот этим бутом мы тогда выложим, как остальное. Это натуральный бутовый камень. Вон там плиту мы туда. Нет, это плиту. Это мой брат батюнировал. Тут еще не сделаешь ее непонятнее. А куда ее, как? Это он делал коровам переходить. Видите, сколько работа проделана какая-то? Ох ты. Где вы его знаете? Это как с... Разъезд строили. Они довезли там и все это бросили. Там какие-то подземные казематы или что было. Страшно смотреть. Вот такие толщины стены. Такая высота. Потом все это как взрывали будто бы. Ну там выгружали вагоны. Враг наступает, надо, говорит, все, чтобы руки не досталось. А дальше там только поднять плотину. Вот там прорву он сделал. Ну там маленько задержали. Вода есть. А? Вот здесь когда выйдем, вон дорожка идет. И прям до там метров 150-200. И там главная работа. Там поднимать вот такой же ширины дамбу. Мы ошибка какая была. Он ходил вот здесь, а верх который не придавил. И он вверх отломил его. Другую бы сюда бросил. Кольцо бы. Да. Значит, тут будет развивать. Ну тут видите, что мы теперь делаем. Это совсем другое. Сейчас вот это вы забудете, сделаете. Да, он его потом... Ее и вот здесь промоет. Или там. Нет, не промоет. Вода найдет забутом. Здесь яма будет. Забутом будет. Она забутом будет промывать. Нет, она не будет. Мы уже знаем ее поднимать будет. Мы здесь вот до сих пор, когда он снимет, здесь все забущено будет. Если она поднимется. Он ее срежет даже чуть пониже сваи. Вон там сваи подрезанные. Посмотрите сюда. Ну вон там видно. Вот оно видно. Видите, вот сваи подрезанные. Когда он ее утопщет, ее подрежет маленько пониже. И там точно так же вырвать. У нас вон запасного кирпича сколько. И удавить его туда дальше. А с той стороны тогда под грудью, чтобы она легко. Здесь низина будет. Вода никуда не пойдет. Она пойдет только здесь. Вот она у ней. У ней нет друва. Вода зараза такая. Она ищет. Это вроде бы горные реки сделано. Где Лешко. Я понял, что вы хотите сделать. Но я боюсь, что ее промоет там, где нету бута. То есть она начнет... Нет, там мы поднимем выше. Там она никак не пойдет. В общем, слой воды, когда идет, не больше 40 сантиметров. Напор воды. Самый большой. Сейчас здесь забудут, что у нее уровень не поднимет. Нет, она не поднимается. Такого нет. Нигде здесь не она не пробует. Она вода показывает. Я ее промежутка вполне достаточно. Нет, ну понятно. Но раз она до того уровня не стоит, весной она пойдет выше. Главное, чтобы давление не будет. Нам вернуться к этому уровню. Ну все, вот первую задачу мы поставили. А там просто землю наращивать. Больше ничего нет. Это сваи наши. Дальше мы идем. Прешка в Сипру тоже самая. Вон где деревья растут слева. Так, как они проели. Но мы научились не держать воду. Мы шверлим сваи, поднимаем, и поднимаем, и поднимаем на уровень озера. И тогда она вода стоит. Теперь земли только не хватает. Ну а дорогая, само собой. Это другие пруды будут. Рыжка и южи. Ну и уже все эти все лето купались. Где вы на болоте стояли, шопались. О, там вот эта красота. Не хотите посмотреть? А я сейчас проехал. А, ну там сейчас не проехать. Ну в принципе можно. Там не проехать.